На территории Раменского городского округа 1683 многоквартирных дома, 4300 подъездов. Силами управляющих компаний во всех подъездах проводится санитарная обработка. Для дезинфекции используют хлороактивные и спиртосодержащие вещества. Жители относятся с пониманием. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, есть некоторые жалобы о том, что люди считают, если не пахнет ничем, значит не проводилась уборка. Я хотел бы сказать, что мы пользуемся несколькими составами, и есть составы, которые выветриваются в течение пяти минут. В подъездах ежедневно обрабатываются холлы первых этажей, дверные ручки, выключатели, поручни, перила, лифтовые кабины. Дезинфекция проводится способом орошения с помощью распылителей. Работники обеспечены защитными костюмами и респираторами. В каждом подъезде управляющая организация вывешивает график учета дезинфекции. Используются и хлоросодержащие препараты, которые позволяют дезинфекцию производить подъезда. Насколько это эффективно, нам сейчас трудно с вами сказать. Почему? Потому что любой человек после дезинфекции, через час пройдя, прикоснувшись, если он действительно является носителем, может оставить свои следы. То есть наша задача не только самим это делать и привлекать к профклининг, например, в данном случае, но и жители предупреждать о том, что некоторые вещи они в состоянии взять влажными салфетками и сами протереть. Мы не должны потом пенять на то, что кто-то там что-то не сделал. Личная безопасность – это моя зона ответственности. Поэтому для нас очень важно сейчас всех жителей предупредить. Внимание, внимание, внимание. Берегите себя, берегите детей, берегите стариков. Сейчас мы запустили в городе машину, которая со звукоусилением ездит и предупреждает. Это не выходные, это не каникулы, это карантин, это изоляция. Мы должны себя сберечь, чтобы не повторить ситуацию, как в Италии, когда заболевших сотни или уже тысяча, то это уже превращается в цунами, который остановить невозможно. Мы должны сейчас срочно все вместе взяться и отреагировать на эту ситуацию. Уважаемые гости и жители Раменского района, в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией на территории всей страны объявляется карантин. Угодительная просьба находиться у себя в домах и выходить на улицу только при крайней необходимости. Думайте не только о себе, но и о людях пожилого возраста. Продолжение следует...